Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о первых двух часах жизни, с которыми сталкивается ребенок в этом мире. Это так называемый период постнатальной адаптации, время, когда ребенок переходит из внутриутробного существования к неутробному. Это самые важные часы и минуты жизни ребенка. Они требуют особого внимания и заботы со стороны родителей и врачей. Что же самое первое, самое важное для ребенка? Ребеночек рождается, самым первым манипуляцией или важным моментом является выкладывание ребенка к маме на грудь, то есть соблюдение контакта кожи к коже с первых секунд жизни. Если состояние ребенка не требует проведения каких-то отдельных реанимационных мероприятий, детки выкладываются к мамам на грудь. Очень важно в первые две-три минуты, от минуты до трех, время, когда мы ждем, не отсекаем ребенка от маминой пуповины. Мы ждем время, когда пуповина закончит пульсировать. За это время самое важное количество крови, форменных элементов, еще пуповиной попадают к ребенку. Когда пуповина заканчивает свою пульсацию, мы накладываем на нее зажимы. Опять повторяю, что в это же время ребенок находится на маме и не разъединяется с ней. И для дальнейшей лучшей адаптации ребенка к существованию вне маминой утробы очень важно, чтобы следующие два часа ребенок провел на маме, не разъединяясь с ней. Для этого все важные осмотры неонтолога проводятся через два часа, пусть только ребеночек полежит на маме. Называется период контаминации. За это время ребенок контаминируется важной материнской флорой. Он получает первые капли молозива, которые важны для становления кишечника, для становления функции микрофлоры кишечника. Если состояние ребенка нарушено и он требует проведения каких-то реанимационных мероприятий, ребенок забирается на перенальный столик, где проводятся те или иные мероприятия. Если ребенок этого не требует, он находится на маме, укрытый, сокретый и дальше, дальнейшие два часа он находится вместе с мамой под контролем врача и акушерки. Если роды проходят не естественным путем, а проходят путем операции кисарево сечения. Как правило, операции проводятся под эпидуральной аналгезией, поэтому после излечения ребенка мы все равно прикладываем на несколько минуток ребеночка к груди маме в операционной. Ребенок получает первые капли молозива и в дальнейшем в комнате постоперационного наблюдения ребенка ждет папа. Мы выкладываем ребенку папе на грудь. Ребенок контаминируется папиной флорой, согревается папиным теплом под одеялком у папы на груди, где они ждут маму, которая приедет из операционной, как только операция закончится. То есть мы не нарушаем ни тепловой цепочки, если роды происходят путем операции кисарево сечения, мы не нарушаем ни контаминации ребенка важной очень флорой, которая есть у мамы и у папы, и мы не разъединяем ребенка ни на минутку. То есть операция кисарево сечения не поводу ребенку быть отдельно от мамы или от папы. Следующим необходимым моментом, который проводится для деток первые два часа, это измерение температуры. Очень важно соблюдение температурной цепочки. Очень важно для ребенка иметь нормальные показатели температуры, когда он в утробе находился в условиях абсолютной влажности, полного температурного контроля со стороны материнского тела. Поэтому очень важно контакт кожа-кожа у матери, очень важно сверху накрыть ребенка теплым пеленочкой или теплым отделом и очень важно контролировать в эти два часа температуру тела ребенка. Кушерочка подходит, контролирует, измеряет температуру тела ребенка. Следующим этапом является проведение грудного вскармливания. То есть за эти два часа ребенок первый раз коснется материнской груди, покажет маме, как правильно приложить ребенка, ребенок приспособится к этому соску и получить первые капли молозива для себя и пройдет первая стимуляция лактации для мамы, что очень важно будет являться для дальнейшем пути притока молока и для дальнейшее становление лактации в первый период, когда детки находятся в роддоме. После того, как два часа ребенок находится на маме, приходит доктор-неанатолог и при соблюдении опять же цепловой цепочки на перенальном столике с источником отчества тепла проводят осмотр, где же в присутствии мамы и папы осматривается кожная покрова ребенка, осматриваются всевозможные сосудистые пятнышки, осматривается костный состав, тазобедренные суставы, проводится аускультация легких, слушается сердцебиение ребенка, оценивается аускультативно и дыхание, был ли стул, не был стул. Все нюансы по ребенку тут же оглашается родителям, родители знают, потом в дальнейшем после проведения осмотра ребенок одевается, выкладывается на грудь матери и с мамой на транспортной каталке транспортируется в палату за послеродового наблюдения. Либо ребенок с папой ждут маму, когда она приезжает из операционной палаты и ребенок совмещается с мамой в послеоперационной палате. Принципы, которые соблюдаются в нашем роддоме максимальное неразделение мамы и ребенка. Мы желаем мамам и нашим деткам здоровья и совместного пребывания.